Субтитры создавал DimaTorzok Я Телл Штайнер. Я учитель в старшей школе Олни-Чартер. Олни-Чартер — бесплатная школа, которая в этом году перешла под управление Аспера и постарается повысить качество обучения. Школа, расположенная на северо-востоке Филадельфии, несколько лет постоянно числилась в группе риска. Результаты стандартных тестов в этой школе оставались в числе худших по городу. Ладно, давайте начинать. В этом году я преподаю математику в 12-м классе. К тому времени, когда ученики приходят в 12-й класс, у них очень разный уровень знаний. Некоторые ученики собираются в ВУЗы, они хорошо разбираются в математике, а у других до сих пор проблемы с таблицей умножения. В классе очень сложно работать с большой группой учеников, с настолько разным уровнем знаний. Разным ученикам в классе нужно разное. И иногда у меня такое ощущение, что я бегу марафон, пытаюсь успеть поработать с каждым учеником. Я хочу работать с каждым учеником индивидуально, всегда, когда нужно. Я терпеть не могу, когда кто-то в классе понимает тему быстрее меня. Если я не знаю, что происходит на уроке, я отвлекаю других и совсем не занимаюсь. Просто развлекаюсь с друзьями. Вот и всё. Если что-то для меня слишком сложно, и учитель не подходит помочь сразу же, я кладу голову на стол и ложусь спать. Сдаюсь. Очень напрягает, когда я хочу учить что-то новое, но не могу, потому что мы должны снова и снова повторять пройденное. Меня очень быстро стало раздражать, что за стенами школы мои ученики видят динамичный мир, где они постоянно пишут СМС, твиты, катаются на серфе, играют. Но в классе я должен учить их по модели, созданной в 19 веке, когда учитель читает лекции у доски, где для всех учеников записана одна задача. В этом году я много думал о том, как внедрить в мои уроки современные технологии, и как сделать так, чтобы учились одновременно и отличники, и отстающие. Я задался целью получить для своих уроков компьютеры. Я знал, что при правильном использовании это будет полезно ученикам и очень поможет мне. Я нашел некоммерческую компанию, где смог купить 10 поддержанных компьютеров по 100 долларов за штуку, и после нескольких звонков родственникам и друзьям смог собрать деньги, чтобы за них заплатить. С первых же дней и моих учеников, и меня покорила бесплатная программа на основе Web-Академии Хана. Ученики могли индивидуально работать над темами своего уровня, решать интерактивные упражнения, смотреть видео, а я при этом мог легко следить за их успехами. Когда я нашел несколько способов использовать Академию Хана, мои уроки изменились очень сильно. Академия Хана ставит ученика в центр урока. Разнообразие возможностей заметно повысило уверенность учеников в себе и их интерес к учебе. Мне нравится, что можно выбирать задание, потому что я могу видеть свои результаты. Учитель приходит, и у него в классе еще 30 учеников, так что он не может сразу тебе помочь. А за компьютером ты можешь сразу получить ответ, сразу получить реакцию. Решаешь задачу, делаешь ошибку, он скажет тебе, что ты ошибся, а потом все тебе объяснит. Теперь я использую компьютеры каждый день. Я могу объединить учеников по уровням знаний или по стилю обучения. Академия Хана не просто помогает ученикам усвоить материал. Она помогает мне работать, фокусировать внимание на маленьких, более однородных группах. Ученики могут работать каждый на своем уровне. Кроме того, поведение в классе стало значительно лучше. Я могу больше внимания уделить тому, как учить, а не тому, как управлять их поведением. Теперь меньше вещей тебя отвлекает, в классе стало спокойней. Ученики увлеченно делают упражнения, им интересны результаты и им нравится здоровая соревновательность. Я не говорю, что Академия Хана решила, все проблемы, связанные с городским образованием. Я не говорю, что учителя останутся в прошлом, но суть в том, что несколько дешевых компьютеров и эта невероятная бесплатная программа радикально изменили мои уроки. Дети стали учиться лучше. Спасибо, Академия Хана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова